МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Среда, 8 июня. Я и мои коллеги подводим итоги этого дня. В эфире время Одессы. Главные темы выпуска сегодня такие. Пожар на 6-й фонтана. В многоэтажке полностью выгорела квартира. Пострадала хозяйка. Было сильное задымление вокруг зоны горения. Опасная железная дорога. С начала года под колесами поездов погибло 9 человек. Еще 14 пострадали. Железная дорога – это объект повышенной опасности. Скидки в музеи и экономия в отелях. В Одессе заработает электронная карта туриста. И чем чаще туристы будут посещать достопримечательности, тем больше денег сэкономят. Об этих и других событиях мы расскажем прямо сейчас. Итак, страсти по Мефедову. В отношении гражданина России и одного из фигурантов по делу 2 мая одновременно идет уже три судебных разбирательства. С утра в Малиновском суде началось заседание по делу о мелком хулиганстве. Накануне Мефедова арестовали за нецензурную брань в зале суда. Однако определиться с санкцией для нарушителя не успели. Обвиняемого в срочном порядке доставили в Приморский суд. В Приморском суде началось другое слушание в рамках уголовного производства угрозы убийством. Заседание назначили, поскольку появились новые обстоятельства дела. В итоге обвиняемому изменили меру пресечения. Его оставили под стражей на 50 дней без права выйти под залог. Однако Мефедов может подать апелляцию. Пожар на 6-й станции Фонтана на улице Ивана Франко полностью сгорела квартира в многоэтажном доме. Пострадала хозяйка. Ее забрала скорая, женщина надышалась дымом. Чтобы ликвидировать возгорание, спасатели работали с двух сторон. Одни тушили пламя через парадную, другая бригада, используя автолестницу, боролась с огнем через окно. Параллельно сотрудники ГСЧС эвакуировали жителей соседних этажей. Пожарно-спасательные подразделения использовали аппараты защиты органов дыхания и зрения, так как было сильное задымление вокруг зоны горения. Также было установлено, что горит квартира на общей площади 100 метров квадратных. Как я уже говорил, было подано два огнетушащих ствола. И ЧП в коттеджном поселке на даче Ковалевского. Там сгорела машина. Все произошло накануне вечером. Автомобиль «Де Уланас» уничтожен полностью и восстановлению не подлежит. Причина возгорания предстоит установить полиции, но соседи уверены – это поджог. Рассказывают, случай уже не первый. Месяц назад на этом же месте сгорел внедорожник «Тойота». Примерно в районе 1 часа вечера. Кто, как, информации нет. Но это уже второй случай в этом городке подачи Ковалевского. Буквально недавно, 3-го числа, 3-го мая, вот буквально рядышком, вот здесь, также спалили машину пенсионеров. Идем дальше. Скандал вокруг строительства на Успенской, 17, набирает обороты. Работы проводятся внутри двора. Там якобы собираются возвести трехэтажное здание. Жильцы опасаются, что застройщики отберут у них часть придомовой территории. Кроме того, постройка может нанести вред соседнему памятнику архитектуры. Из-за слишком большой нагрузки дом рискует осесть или обвалиться, говорят люди. Пока ведутся работы, двор постепенно захламляется мусором и прочими отходами, которые не вывозят. Такое впечатление, что они взяли контейнер мусорный и высыпали за своим бараком. Они честно обещали, все уберут. А вуз и ныне там. Никто ничего не убирает. Никто ничего не делает. Клятвенно обещают, стучат себе кулаком в грудь. Никто ничего не делает. А мы уже просто невозможно. Напомню, накануне в переулке Чайковского неизвестные сожгли машину председателя ОСМД этого дома. Мужчина уверен, случившееся связано с конфликтом вокруг скандальной стройки. С начала года на Одесской железной дороге погибло 9 человек. Еще 14 получили травмы. Под колеса поездов попадают в основном бездомные и пенсионеры. Зачастую люди просто невнимательны и реагируют на движущийся локомотив слишком поздно. Есть среди жертв и самоубийцы. Последний раз такой случай произошел несколько дней назад. Тормозной путь груженого поезда составляет 800 метров, говорят специалисты. И остановиться раньше состав не может физически. В среднем движение у нас на дороге где-то 60-90 километров в час. Остановить такую машину невозможно. Это стресс не только для погибшего или для травмированного. Это стресс для той локомотивной бригады, которая ведет этот поезд. Они находятся в замкнутом пространстве и помочь или как-то избежать наезда практически невозможно. В местах, где чаще всего происходят аварии, в том числе и в районе станции, устанавливают дополнительные предостерегающие знаки и памятки. На это Украинская залезница уже потратила 300 миллионов гривен. Хотя таблички постоянно срывают вандалы и дети. Они часто играют на путях и возле линий электропередач. Железная дорога – это объект повышенной опасности. Это не место для игр, катания на роликах, проезда на автосцепках поездов. О том, что на железнодорожных путях нельзя находиться в наушниках и слушать музыку, вылазить на вагоны. Миграционная служба больше не будет ставить штампы о месте жительства переселенцев из Донбасса. Такое решение приняли на заседании правительства. Теперь отметка о месте постоянного проживания не понадобится, а сама справка переселенца станет бессрочной. Тем временем в Министерстве социальной политики обещают разобраться с проблемами выплат пенсий и пособий для выходцев с востока Украины, которые возникли с начала года после изменения законодательства. Напомню, в конце мая в стране зарегистрировали почти 1 миллион 800 человек. 800 тысяч вынужденных переселенцев из Донбасса. При этом СБУ определило, что 360 тысяч из них получали помощь в Украине, но по факту проживали на оккупированной территории. На заседании правительства министр финансов Александр Данилюк настоял на необходимости идентифицировать всех, кто получает пособия от государства. Деньги для активистов Майдана. Кабинет министров выделил 13 миллионов гривен для помощи пострадавшим во время событий 2014 года в Киеве. Средства из резервного фонда Министерства социальной политики получит 208 человек. Кроме того, материальную помощь обещают и родственникам двух волонтеров, погибших в зоне АТО. Им дадут по 600 тысяч гривен. Напомню, раннее правительство выделило 15 миллионов для членов семей, погибших во время революции достоинства. Стражи порядка задержали четверых цыган, которые занимались производством и продажей метадона. Злоумышленники сбывали наркотическое вещество в нескольких областях Украины, в том числе и Одесской. В ходе обысков изъяли около 2,5 килограммов метадона. На черном рынке стоимость товара оценивают в 4,5 миллиона гривен. Кроме того, сотрудники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили гранаты и целый арсенал огнестрельного оружия, а также оборудование для производства наркотиков. Установлено 4 активных фигуранта группы, в том числе лица ромской народности, которые занимались изготовлением и реализацией наркопродукции. По данным фактам открыто ряд уголовных производств по статям 307 и 317 УК Украины. Есанкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет лишения свободы с конфисказа имущества. На поселке Котовского открыли бассейн для детей с нарушениями психофизического развития. Он появился в центре реабилитации имени Корчака на улице Сахарова. До этого маленьких пациентов приходилось возить на водные процедуры в другой конец города, на Черемушке. Весь комплекс построили с нуля. Работы начались еще в 2011 году за счет городского бюджета. Ожидается, что комплексы будут посещать более сотни детей, которые страдают различными заболеваниями. Половина из них проходит в центре амбулаторное лечение. Организован процесс реабилитации с физиотерапией, с массажем, с лечебной физкультурой, с плаванием, с ипотерапией. То есть весь комплекс, который только может существовать, мы это сделали. Здесь не хватало бассейна. Сегодня у нас праздник. Не дня без гимна. Глава надсовета по телевидению и радиовещанию предложил ежедневно включать украинский гимн в эфире радиостанций. Транслировать его хотят дважды в день. Идею единогласно поддержали и в радиокомитете. Говорят, нововведения начнут внедрять уже в ближайшее время. В дальнейшем чиновники рассчитывают, что гимны регулярно будут включать и украинские телеканалы. Деякие радиостанции, у нас две, здаются, радиостанции, загально-национальные, они используют эту практику. Вот сейчас мне пришло письмо от керевника радиокомитета пани Катерины Мясниковой. Она говорит, что мы запропонували всем радиостанциям загально-национальным о 6-й године ранку и о 24-й године ранку Гостям города скидки. В Одессе появится электронная карта туриста. С ее помощью можно будет дешевле покупать с билеты в музеи, экономить в ресторанах, отелях и многое другое. Кроме того, чиновники планируют установить в городе еще несколько десятков QR-кодов. Это интерактивные таблички, а парки обеспечить бесплатным интернетом. Как это повлияет на поток туристов, выяснял Дмитрий Долматов. Одет вместе со своими коллегами приехал из Израиля. За усердный труд работодатель вручил сотрудникам путевку в Одессу. Туристы в восторге от города. Они отрываются на всю катушку, очень плохо слушаются. У них большое визелье и три именинника. А вот Саша и Катя добрались из Киева в Одессу автостопом. Говорят, чтобы посмотреть все самое интересное, нужно много времени. Поэтому обещают приехать еще. Для того, чтобы полноценно оценить город, область, какие-то классные места, нужно ехать 3-4 дня на город и область. Поэтому мы конкретно пробежались. Мы уже отметили какие-то места, куда мы хотим попасть. И мы, скорее всего, будем автостоп выходного дня делать. Конкретно в Харьков, конкретно в Одессу и другие города. Туристы едут в Одессу беспрерывно, говорят в мэрии. Чтобы сделать их пребывание комфортней, разработали новый проект – электронная карта. Посетить зоопарк, театр и музей гости города смогут со специальной скидкой. Благодаря туристической карте ее можно будет приобрести примерно за 300 гривен. И чем чаще туристы будут посещать достопримечательности, тем больше денег сэкономят. Деньги от продажи карт распределят между участниками проекта, инвестором и городом. Рассказывать туристам об электронной новинке будут студенты-практиканты. Для этого выберут самые проходные места. Мы предполагаем, что это будет Приморский бульвар, Аркадийская аллея, это будет аэропорт, это будет железнодорожный вокзал. Мы сможем не только предоставить человеку карту, объяснить ему, подсказать ему, какое направление, где бы могло быть интересно. Но мы надеемся, что мы сможем проводить анкетирование и по окончании высокого сезона сделать некий анализ и срез. В каждой карте чип. Она будет действовать определенное количество суток, начиная с момента первого использования. Считывающие устройства установят во всех музеях и культурных центрах. Но тут возникает проблема. Многие дома истории напрямую зависят от продажи билетов. Если их будут покупать со скидкой, прибыль резко сократится. Каждый музей имеет свою собственную бухгалтерию. Мы, в частности, отличаемся от всех остальных музеев города Одессы, что мы принадлежим не Министерству культуры, а Академии наук. Академия, знаете сами, в каком положении находится сейчас, Академия наук и музей тем более. Поэтому билеты будут стоить так же, как и стоят. Презентуют карту туриста уже в конце июня. Вместе с этим для удобства гостей на улице города появится 20 новых интерактивных табличек с QR-кодом. А в парках – Wi-Fi. По мнению чиновников, это должно привлечь в Одессу еще больше отдыхающих. В прошлом году их было почти 2 миллиона. Дмитрий Долматов, Руслан Пейков, Первый городской. Готовиться к скачкам. На Одесском ипподроме в ближайшие выходные откроют новый летний сезон. В преддверии состязаний здесь уже активно тренируют скакунов и готовят арену. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более сотни лошадей со всей Украины. Напомню, скачки и бега вернулись в Одессу еще в 2013-м после длительного перерыва. Юрий Гальченко. Дальше. С этой штуки начинаются скачки. Это старт боксы. Сейчас они стоят за пределами арены, но уже в воскресенье ее вывезут на поле, где будут соревнования. Казалось бы, все просто. Поставил лошадь в бокс и можно начинать. На самом деле это не так. По словам специалистов, животное очень часто брыкается и встает на дыбы. Поэтому внутри специальная мягкая обивка. Ногами становится, ну, такой вот, это такие, всегда такой традоевкая работа в боксах. И все, все. Поехали, крик, ну, уже все начинают готовить, ну, как бы, все уже знают, что сейчас принимать. И все. С такими проблемами на скачках сталкивается Андрей. Он тренер-наездник на конезаводе под Мариуполем. Дрессирует скакунов чистокровной английской породы. В Одессу таких привезли 20 голов. Говорит, следить за лошадьми больше не работа, а призвание. Ну, обязанности начинаются с 5 утра. Это как бы следить за кормлением, за состоянием лошадей, давать работу лошадям. Вот, ну, полностью, так сказать, полностью весь процесс. Ну, в этом и заключается мастерство тренера, чтобы правильно вот распределять лошадей по дистанции и правильно давать нагрузку. А вот у Николая немного другая задача. Он тренирует орловских рысаков для беговых заездов. В этом случае лошадь запрягают в колесницу. У каждого животного своя персональная повозка. Ее ставят возле вольера. В среднем на одну лошадь в месяц уходит около 4 тысяч гривен. А под опекой Николая больше 30 голов. Выявить лошадь, ее лучше, ну, показать лучшее время, привести к финишу. Первый, как бы, выиграть приз или остаться призером. Конечно, есть свои трудности, но, как бы, это уже такая работа, которую привыкли, делаем ежедневно. Первые в этом сезоне бега и скачки пройдут по четырем категориям. Все зависит от породы, лошади и дистанции. Торжественное открытие намечено на ближайшее воскресенье. Юрий Гальченко, Дмитрий Боровецкий, Первый городской. В этом забеге к финишу пришли и мы. Вы смотрели «Время Одессы» на Первом городском. Наш сайт в интернете 1TV от UA. О событиях четверга завтра в это же время. На этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова